Привет друзья! Сегодня будет очередной выпуск посвященный текстуре декоративного бетона. Будем экспериментировать со строительными материалами и попробуем найти альтернативную замену дорогостоящим декоративным штукатуркам. В последнее время такие поверхности стали очень востребованными, но учитывая ценник на профессиональные материалы, выяснилось, что далеко не каждый может себе это позволить. И поэтому мы попробуем подобрать материалы и сделать такие поверхности более доступными. В процессе я расскажу все тонкости этой работы, так что смотрите внимательно, начнем! Сегодня мы будем делать не совсем обычный ячеистый бетон. Перед нами стоит задача разделить поверхность на одинаковые плиты толщиной в 5 миллиметров. А между плитами нам нужен шов шириной в 1 сантиметр. Размер плит особо значения не имеет, в каждый интерьер можно подобрать размер ячейки по вкусу. Перед нами встала задача нанести материал равномерно 5 миллиметров по всей поверхности. Только в этом случае шов будет везде одной толщины и будет выглядеть корректно. Способов добиться такого результата несколько. Можно нанести материал под маяки, а потом выбрать шов под правило. Либо нанести материал под гребенку для получения одной толщины. Возможно кому-то одна из этих техник будет проще. Ну а в данном случае я решил попробовать еще один способ. Я заказал у рекламщиков ПВХ-пластик толщиной в 5 миллиметров и шириной в 1 сантиметр. Таким образом я сразу сделаю шов и толщину пластика я буду использовать как маяк. Я не уверен что так будет проще, в теории все получилось. Посмотрим что выйдет на практике. Клеить все это дело мы будем точечно, прихватывая полоску на двухсторонний скотч. Почему точечно? Потому что если приклеивать скотчем всю поверхность, то у нас может возникнуть проблема с удалением пластика из шва после высыхания. Перед тем как клеить шов маяк, мы предварительно тщательно загрунтовали и разметили всю поверхность. Теперь согласно разметке наклеиваем наш маяк. Теперь самое интересное. В качестве базового материала мы будем использовать обыкновенную фасадную цементную штукатурку. Если честно, основным критерием была цена и свойства этого материала. Думаю какую из фасадных штукатурок использовать значение особо не имеет. Все характеристики производитель указывает на упаковке. В данном случае нам необходим материал, который рассчитан на толщину, свыше 3 миллиметров и будет держаться, не даст усадки и не потрескается. Я пробовал разный состав. Как показала практика, лучше состав сделать погуще, в таком случае он лучше укладывается и легче набирать необходимую толщину. Наносить материал я буду от шва, дабы зафиксировать шов, так как он прихвачен у нас точечно. Затем начинаем набирать толщину от плиты к плите. Как выяснилось в процессе, лучше протягивать широким шпателем, как под правило. Но в данной ситуации я набираю состав кельмой. Это первый слой, на котором я просто попытаюсь набрать необходимые нам 5 миллиметров. Как видно на видео, первый слой получился немного жидкий, это немного затрудняет нанесение, но позже мы разобрались с консистенцией и процесс пошел намного быстрее. Цементная штукатурка не такая пластичная, как гипсовая, наносить ее немного сложней. В отличии от гипса, после высыхания она не входит в реакцию с водой. И так как этот материал рассчитан для работы с фасадами, его вполне можно использовать во влажных помещениях. Именно поэтому я решил разработать технику, используя эти материалы, так как большинство подписчиков спрашивают, можно ли использовать мои техники, например в ванных комнатах. И на этот вопрос я попытаюсь ответить в этом видео. В большинстве своих роликов я делаю упор на технику, так что подобрав все необходимые материалы, использовать их можно практически на любых поверхностях и в любых условиях. Просто под каждую поверхность нужно подобрать материал с необходимыми свойствами. Если брать в расчет именно ванные комнаты, то не стоит забывать, что перед нанесением любых декоративных покрытий необходимо грамотно подготовить поверхность, использовать правильные грунты и гидроизоляцию. Только в этом случае декоративные покрытия прослужат долго и не доставят вам лишних хлопот. Итак, вернемся к нашим баранам. После того как первый слой слегка схватился, мы наносим второй, протягивая широким шпателем, предварительно выравнивая поверхность. После того как мы набрали толщину и материал постепенно стал схватываться, я решил немного поэкспериментировать в поисках новых интересных фактур. Возможно кто-то возьмет на заметку и эта информация пригодится. Так как сегодня мы будем делать гладкий шлифованный бетон, чем-то отдаленно напоминающий керамогранит, в наших плитах не должно быть ямочек и углублений. Но если кому-то понадобится техника, напоминающая натуральный бетон, я покажу как этого можно добиться. Я взял полутер и слегка схватившийся состав стал натирать круговыми движениями. Такой способ выравнивает поверхность и одновременно создает углубление ямочки. Ну а затем мы просто приглаживаем плоскость кельмой и смотрите, что из этого получается. Как оказалось, таким способом можно добиться эффекта настоящего бетона, не используя пленку, либо же каких-то специальных материалов. А если вы хотите получить более интересный окрас, то цементную штукатурку можно слегка колеровать, дабы получить разного рода оттенки. После того, как мы набрали толщину, нужно дать материалу высохнуть и набраться прочности. Оставим все это дело на сутки. Ну а теперь рассмотрим еще один не менее интересный материал – цементная шпаклевка. Это финишная шпаклевка на базе белого цемента. Тоже продается в обычном строительном магазине и предназначена для финишного нанесения выравнивающего поверхность. Этот материал тоже подходит как для внутренних, так и для внешних работ. Соответственно, такой материал тоже рассчитан на влажные помещения, так как часто используется для отделки фасадов. Но в отличие от цементной штукатурки, он более пластичный и имеет более мелкую фракцию. Цементную шпаклевку мы будем колеровать. В отличие от гипсовых материалов, она не так сильно съедает свет при высыхании, высветляется примерно на 5 тонов, а из этого материала можно получить сразу финишное покрытие. Так как мы создаем имитацию бетона, не будем сильно экспериментировать с цветами, а узко пройдемся по оттенкам, интересующим именно нас. При колеровке использовать мы будем обычный универсальный колер, в основном черный, но для придания более теплых оттенков можно использовать желтый, бежевый или некоторые оттенки коричневых цветов. Таким образом мы будем регулировать восприятие нашей текстуры. Так как сейчас передо мной стоит задача нанести выравнивающий слой, я немного поэкспериментирую с цветами. Я заколеровал материал в несколько разных оттенков и попробую смешать их сразу на поверхности, дабы получить более интересный рисунок. По сути, передо мной стоит задача нанести на сдир тонкий слой, для того, чтобы моя поверхность стала более гладкой, но используя разные цвета, можно получить абсолютно разный эффект. Пройдемся по всей площади и вырваем нашу поверхность. Не обязательно смешивать цвета, как у меня, так как это далеко не финишный слой, я просто хотел посмотреть, как он себя поведет при колеровании в разные цвета. Ну а заодно я сделал поверхность более ровной. После того, как мы протянули шпаклевкой всю площадь нашей текстуры, нужно дать время материалу высохнуть. Слой тонкий высохнет быстро, час-полтора, думаю, будет достаточно. А мы тем временем попробуем извлечь пластик из нашего шва. К сожалению, пластик хоть и вынулся достаточно легко, на краях наших плит образовались сколы. А мне бы хотелось получить очень четкую ровную грань. Но это тоже не беда, самое главное, что толщина наших плит везде одинаковая, а резкость на углах мы без проблем исправим. Итак, вытащим полоску из всех наших швов и приступим к их корректировке. Немного помучившись, подбирая технику, чтобы устранить этот дефект, подобрал самую быструю и удобную. Замазываем шов нашей колерованной шпаклевкой, затем берем кусочек пластика и шпатель десятку. Я постараюсь снять так, чтобы на видео все было видно. Учитывая, что ширина полоски абсолютно соответствует ширине шва, прижимаю ее к шпателю, утапливая в шов и простым движением протягиваю ее по плоскости, тем самым формируя четкий ровный шов, удаляя материал из углубления, заполняя все недостающие фрагменты и сколы. И в результате мы получим шов, который нас устроит. Доработаю все края наших плит и оставим все это дело высохнуть. Когда все высохнет, почистим шпателем всю поверхность, удалим все выпуклые участки, если такие где-то образовались. Шкурить ничего не нужно, достаточно просто почистить поверхность шпателем. Теперь нам необходимо прокрасить шов. Он должен быть на несколько тонов светлей, чем поверхность наших плит. Для этого я возьму водоэмульсионную краску, заколированную в нужный мне оттенок. И кистью тщательно пробегусь и покрашу наш шов. Мы уже разобрались с консистенцией и подобрали нужный нам оттенок, так что приготовим и заколируем состав. Повторюсь еще раз, можно заколировать материал в несколько разных оттенков, но как оказалось, можно работать, используя один цвет. После нанесения, если натирать материал шпателем, при уплотнении материал может ложиться рисунком и даже немного местами становиться глянцевым. Не так сильно, как это происходит с венецианской штукатуркой, но эффект получается достаточно интересный. Создается имитация шлифованного бетона. Давайте нанесем и вы поймете, о чем я говорю. Так как плиты у нас ровные, наносить мы будем очень тонкий слой на сдир. Наносить можно как кельмой, так и валиком, только под валик нужно сделать материал более жидким. Оба способа подходят, но если использовать валик, получается намного быстрее. Наносим материал и разглаживаем в стороны. При уплотнении материала вы увидите, что в некоторых местах участки становятся темнее, а другие приобретают легкий металлический блеск. Ну а если вам понадобится получить эффект мрамора или полированного до блеска бетона, то можно использовать в качестве финишного слоя венецианскую штукатурку. Расход будет маленький, так что сильно по кошельку не ударит, но это в том случае, если такой эффект вам нужен. А мы попробуем обойтись тем, что у нас есть. После того, как мы нанесли наш финишный слой на всю поверхность, дадим материал высохнуть. Теперь нам нужно почистить шов и убрать весь лишний материал, который вылез за пределы поверхности плит. Для этого мы возьмем наждачную бумагу и кусочек пластика, который вставлялся в шов. Обернем его шкуркой и почистим края. Таким способом мы сделаем ровный, четкий, точеный край. Ну вот, пожалуй, наша имитация и готова. Все получилось очень крепким и приятным на ощупь. При желании для дополнительной прочности можно загрунтовать или покрыть бесцветным лаком. Также можно сделать отверстие от крепления палубки. Но в нашем случае нужна именно такая поверхность. Ну вот, после того, как все просохло, наш эксперимент можно считать законченным. Ну а если подвести итоги, то на площадь 15 квадратных метров ушло материала примерно на 3000 рублей. Работа оказалась не самой простой, но результат того стоит. В процессе мы придумали еще несколько техник, как упростить получение такой поверхности. Но об этом как-нибудь в другой раз. А чтобы не пропустить другие выпуски с нашими экспериментами, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик. Ну а если кому-то будет интересно то, что мы делаем, подписывайтесь на инстаграм, ссылочка в описании. Туда попадают работы, на которые не всегда есть возможность снимать полный мастер-класс. Пишите, если возникнут вопросы. Я с удовольствием постараюсь помочь, чем смогу. Ну а на этом у меня все. Пока-пока.